Письмо отцу Я еще не понял, проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли. Помнишь, ты мне говорил, если хочешь испытать эйфорию, не закусывай. Отец у меня врач, поэтому он всегда удивлялся. Говорит, а чего ты закусываешь, если ты выпиваешь? Ну, хочешь эйфорию, чего ж ты закусываешь? У тебя же... Это же вечная наша боль. Пьем и едим одновременно. Уходит втрое больше и выпивки, и закуски. Здесь говорят об угрозе голода, но если применить твое правило, голода не будет. А пока у нас от питья и закусок кирпичные рожи лиц, и огромные животы впереди фигуры, при которых, собственно, и ноги кажутся незнакомыми. Так вот, в середине августа, когда все были в отпуске, а я мучился здесь, в Одессе, пытаясь пошутить на бумаге, для чего хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котах уху, приготовленную моим другом с Ташком, вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял от них на часа 3-4 вечернего времени. Вдруг на экране появляется 8 рож, и разными руками, плохим русским языком, объявляет ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД. Время, до этого, видимо, ГКЧП я имею в виду, до этого врали, до этого врали, после этого врали, но во время этого врали как никогда. А потом пошли знакомые слова, не читать, не говорить, не выходить, Америку и Англию обзывать, после 23 в туалетах больше 3 не ять, после 2 не ять, А мы тут уже худо-бедно разбаловались. Жрём не то, но говорим, что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохли окончательно, встрепенулись все. Кооператоры и рикетиры, демократы и домушники, молодые учёные и будущие эмигранты. Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты, кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но когда появились эти, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращая внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По Одессе ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачёв. Одна бабка сказала, а я поддерживаю переворот, масло будет. Её чуть не разорвали. Масло захотело. Она масло захотела. Ты что, действительно масло захотела? Вы слышали, она масло захотела? Кто масло захотел? А вот это в Панамке масло захотел. Это ты, бабка, масло захотела? Она, она масло захотела. Иди-ка, валяй отсюда. Масло она захотела. Она масло захотела. Настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым. Опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезан от всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи. А тут вообще всюду радио. И из каждой подворотни запретить не ходить, ни ать, ни идти, ни уть, ни эт, ни мыть. Так что сижу, жду звонка. Звонит наша знаменитая певица. Ты уже её не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория. И пошли мы с ней на пляж. Отрада. Жара. Народу полно. Эй, кричит она, вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение? Все сказали, не знаем. А кто-то сказал, знаем. А кто-то сказал, нам вообще на это дело. А кто-то даже головы не поднял. Вы что, с ума сошли? Закричала она. Это же я, Пугачёва. Вставай, народ. Это документальная история. Тут их всех как ветром собрало. Ты смотри, закричали они. Алла Борисовна, а фотографировать можно? Давай, сказала она, только с этим. Со Жванецким давай. Давайте, закричали, 30 фотографов. Чрезвычайное положение. Все запрещено, сказала она. Поэтому мы все сейчас пойдем на другой пляж. Сколько она здесь? Человек 500? Мало, еще давай. Митинги запрещены. Но у нас не митинг, а демонстрация. Я тогда страшно удивился, как она себя вела так смело. Тогда пошли на другой пляж. Там еще людей соберем. Все 500 с фотографами и детьми пошли на соседний пляж. Там присоединились еще 500. Сейчас я разденусь, крикнул один. Не раздеваться, сказала она. Кто в чем? Чрезвычайное положение. И все вошли в воду. 500 и еще 500. И запели вихри враждебные и веют над нами. И запевала и была она, Алла Борисовна. Они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг, беседу с теми, кого интересовало. Что такое ЧП, ДГБ, КБ, КГЧП. А теперь, сказала Алла опять гениально, вы все останетесь здесь, а мы пойдем. И мы пошли. Из всех щелей Одессы дикторы всесоюзного радио шипели. Запретить, сократить, наказать, посадить. Настроение у нас стало прекрасным. Мы были, наконец, вместе со своей публикой. И мы не знали, мы не знали, мы к стыду своему не знали, что в Москве народ вышел против танков. Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдота. Когда я жил, люди боялись книг. Теперь они живут, они не боятся танков. Вот что значит, людям есть что терять. Тавтология на жбич. В общем, когда в Одессе так все плавно шло в пропасть, в Москве начались загадки. Те восемь побежали, не потерпев как следует поражение. Они поехали к тому, кого свергли, жаловаться на провал. Но он их не принял. Он сидел в заключении, окруженный крейсерами, и не мог выйти. Он, оказывается, был здоров. Больна была жена. Но сейчас, слава богу, ей тоже лучше. Он не то, что не принял заговорщиков, он их послал по-русски, и они сидели в приемной, как побитые курицы, вместе со своими танками и самолетами. Он сказал им, почините мне телефон немедленно. Они тут же ему починили, и он разжаловал их всех по телефону. Хотя ближе их у него никого не было. Пусть теперь никого и не будет, сказал он, и пошел к врагам, раскрыв объятия. Враги встретили его, как родного. А хуже друзей у него никогда никого не было. И к нам пришел совсем другой человек, уже четвертый президент, этот же самый, за последние полгода. Сейчас это решительный, твердый, неумолимый, даже слегка кровавый демократ. Это Горбачев. Никто не знает, что он делал эти три дня. Там про его друзей знают, кто чем занимался, до мелочей, а что делал он, не знает никто. Но мы его безумно любим, потому что и так нет продуктов, топлива, одежды, еще его не будет, такая скука, вообще помрем. Тот второй, что его заменил, покрепче, но не умеет выражаться, не сообразив. Наш выражается запросто, не думая. Спроси его, как вы относитесь к указам предыдущего. Он скажет, я пришел в 7 утра, скажет он и так далее. Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо. Чем и завоевал всеобщее уважение. А тот, который завоевал всеобщую любовь, крепко думает, это видно. Чем уже навлек на себя и на всех нас огромные неприятности. Но это все не важно, отец. Мы сейчас кайфуем. Во-первых, мы разбились по республикам окончательно. Хотя у нас единое экономическое, политическое, полуголодное и больничное пространство. Но на этом пространстве нет ни хрена, и не ходят поезда. Самолеты преодолевают это пространство, стараясь не садиться. Но мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможни. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. Сейчас мы хотим знать точно, где чего нет, и хотим это положение закрепить. Теперь, отец, кто в какой народ попал, тот там и сидит. Все, назначили туркменом, будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто в первобытной общиной. Представляешь, откуда им начинать? Все с трудом говорят на родном языке. У каждого своя армия, с пиками, мушкетами, усами и бородой. Дозорные сидят на колокольнях, как в соседней территории увидят войско, кричат вниз, машут флагами и пускают дым. Коней нет, валов нет, техники нет, поэтому войска идут пешком. Долго, пока дойдут. Можно из глины и фортификацию построить. Но говорить им, какие вы отсталые нельзя, очень обидчивые. Уж как старается, их не обидит, а все равно обижается, и пики мечет во всех врагов. Это скорее весело, хотя и очень плохо. Да, забыл тебе сказать. Помнишь, отец, ты все бегал на партсобрания, а по ночам тайно делал аборты. Так вот, этого теперь нет. Нет, аборты есть. А этой больше нет. Ты ее помнишь, как в ЭКПБ. Нету, разогнали. Помнишь, еще раньше у кого в толпе был суетливый взгляд? Это были мы. Теперь они. Комуистическая партия большевиков, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась. Помнишь, среди помоев и дерьма стояли здания с колоннами, а впереди Владимир Ильич показывал рукой в разные стороны и подмигивал левым глазом в птичьем помете. Мол, правильной дорогой идете, товарищи. И на указательном пальце у него сидел какой-то мерзавец из голубей и дискредитировал все направление окончательно. Теперь ЭКПБ выезжает из этих колонн, Ильич выезжает из Мавзолея, и они все вместе переезжают на новое место. Опять тавтологию умоляют. Так они переезжают на какое-то кладбище в Ленинграде. Да, совсем забыл. Ленинграда-то больше нет. Слушай, как мы все проголосовали еще до ППП. Ну, я буду сокращенно писать, чтобы тебя не утомлять. ППП это провал попытки переворота. ГППП это герой провала попытки переворота. УППП это участник провала попытки переворота. Так вот, еще до ППП мы все как проголосовали, хотим в Санкт-Петербург. Ну, ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь из нас доживет? Все большевики взвыли. Как? Кровью и потом, блокадой умыто. Они до сих пор хвастаются потерями. Но на самом деле они понимали, что в это название никакие райкомы не помещаются. Санкт-Петербургский обком ВКПБ. Я пишу ВКПБ, чтобы тебе легче было понять. Она теперь была КПСС. Слушай, как безграмотно. Она теперь была КПСС. Мой учитель Борис Ефимович Друкер переворачивается в гробу. А кто вам виноват? СССР, КПСС, СССР, КПСС. Не дай Бог произнести. Со всех дворов кошки сбегаются. Думая, что их накормят. Мы тоже сбежали с папанья на это КПСС. Ожидая 74 года, что нас накормят. Мой приятель, мне приятель рассказывал, у них во дворе Берта чистила рыбу. Все коты сидели вокруг. Вдруг одноглазый по кличке Матрос так мерзко взвыл. Мяу! Ша, сказала Берта, это пустой разговор. Так и мы. Так и мы с КПСС. Так что, отец, так интересно, как стало, не было никогда. Жить этой жизнью гораздо лучше, чем жить жизнью животных, которые мы жили до сих пор. Тавтология такой же бич Одессы, как отравленная питьевая вода. Но ничего, это тоже интересно. Мы тут уже полюбили эти внезапности. Такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай Бог нам пережить их без потерь, хотя каждый ходит приподнятый. Приподнятый и твой сын под той же фамилией. Михаил.